Комфортабельные номера недалеко от чистого пляжа. Такую рекламу можно найти на сайтах гостевых домов здесь, на улице Декабристов, в поселке Лао. Но, по сути, отельеры обманывают своих гостей, уверены представители водоканала. Ведь туристам придется купаться не в чистом море, а в воде с примесью фекальных стоков, которые по ливневкам попадают прямо на пляж. Да и воздух в округе свежим назвать нельзя. На сколько мест рассчитано? Я думаю, как мест на 100, да? Мест на 100 рассчитано, но очистное сооружение недостаточно для 100 человек в ротных ситуациях. Она не успевает. Это вот рассчитано до максимума 15-20 человек. Есть, конечно, здесь на улице Декабристов и добросовестные отельеры. Владимир Бондарев во время строительства своей гостиницы сразу приобрел лос с тройной очисткой. Удовольствие, говорит, не из дешевых, но на курорте экология должна быть на первом месте. Бондарев говорит, что просто не понимает своих соседей. Ведь такая экономия вредит имиджу всего курортного поселка. Плохо. Плохо. Для развития бизнеса, для курорта это очень плохо. Экономят, да? Пытаются экономить на здоровье людей. Финансово кто-то что-то не тянет. Вот поставили. Ну, это вот пока временно. А потом, ну вот, оно временно, когда постоянно, чем временное. Как показал рейд на улице Декабристов, неочищенные стоки сбрасывает в Ливневке каждая вторая гостиница. Эти отели Сочи Водоканал на днях отключил от водоснабжения. И расторг с их владельцами в соответствии с законом договор на поставку воды. Гостевые дома сразу опустили, собственники понесли убытки. Кроме этого, владельцам грозят штрафы за нарушение природоохранного законодательства. Крайние меры на этой улице дали необходимые результаты. Помимо замены старых септиков на более мощные, силами владельцев коттеджей и мини-гостиниц здесь уже началось строительство нового канализационного коллектора. Сдать его в эксплуатацию должны через две недели. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».